Идеологичная работа мая на увазе целый широк накерунков, идейность установки культуры, займая у гэтым пиралику далёка неопошняя месца. Причим, размова идти не только об реализации державных социальных стандартов по обслугованию насельства. В опошний час на гомешине шмат уваги надается захаванию развитию историко-культурной спадшины. Музей хлеба у Чачерским районе, центр ткацтва у Будокошелевским, эко-музей гаючих трав у Рогачевским. Это только невеликий пиралику установ, який открытый в регионе. Причим, некоторые из них набыли агульно-республиканскую ведомость. Октябрьский районный центр рамёвства у гэтым годзе отримал специальную премию президента Республики Беларусь за захавание и развитие ткацких традиций и активную выставочную деятельность. У нас в 12 мастерских дома-ремесел занимается более 100 детей. Хочу сказать, что из 11 работников дома-ремесел 5 работают в агрогородках, в учреждениях культуры агрогородков. И там также дети занимаются. Еще один накерунок, який постоянно находится в поле зрока идеологов – музейная деятельность. Тут так само есть установы, якими Гомельщина может гонориться. Жлобинский историко-кразнавчий музей занесены на дожку гонору Гомельской области, а Гомельский державный цирк – на республиканскую. У Гомеля открыты мобильные планетары и створены первые в Украине – музей Друку. Гомельский палацово-парковый ансамбль увайшел у пятерку самых наведуемых туристами мест в Беларуси. Дальше каплица палаца включена у список объектов историко-культурной спадшины – реставрация, яких ведется под эгидой Министерства культуры. На данном этапе ведется разработка проектной осметной документации и формирование утверждения бюджетной части. Я думаю, что ресурсов, которые будут выделяться, нам хватит на завершение работ по часовне-усыпальнице и для мощного начала работ по хальчу. Непосредственно подчас поседжения размова як о поспехах, так и недопрацовках недостатково выкаристовывается махчимостей громадских организаций. Доволе низкая эффективность работы информационно-пропагандистских групп. У некоторых районах яны могут постоянно наведывать одные и тыж предприемствы, але практически никори не сустракаются с такими категориями, як пенсионеры и предпринимальники. Ибо дай самое главное – сегодня необходимо учиться самим и учить інших зараблять. Инак же сказать об реальном повышении добробыту будет складано. На сегодняшний день самая главная задача – это наращивание экономического потенциала. Каждое учреждение культуры должно нести не только великолепную творческую составляющую, но и научиться зарабатывать деньги, потому что это не только уровень заработной платы работников сферы, а это укрепление материально-технической базы. Главная задача сегодня – завершить важную политическую кампанию, выборы в местные советы депутатов. И сегодня каждый человек должен понимать, что от его голоса зависит будущее его региона.